Эти ребята четко идут к поставленной цели и, возможно, когда-нибудь пополнят список чемпионов мирового уровня, которыми может гордиться родной город. Очередные соревнования и очередные медали высшего достоинства. На этот раз легкоатлеты вступили в борьбу за первые места на пьедестале почета с сильнейшими спортсменами области. Легкая атлетика полезна для укрепления здоровья, силы духа, укрепления тела, выносливости. Евгения Иришева, как и любой спортсмен, мечтает стать олимпийским чемпионом. И первый шаг по этому непростому пути уже сделан. Женя имеет разряд кандидата в мастера спорта. На прошедшем первенстве области спортсменке не хватило секунды, чтобы обогнать свою ближайшую соперницу. И как результат – почетное второе место. Я боялась, что старший год, но я успокаивала себя тем, что это старший год, и мне нужно это, чтобы силы свои проверить и отбираться на ПФО, Россию. Опытный участник крупных соревнований Павел Жарков на этом первенстве стал победителем. В тройном прыжке выполнил первый спортивный разряд, побил личный рекорд, а по итогам состязания отобрался в сборную Приволжского федерального округа по легкой атлетике. Физически тренируемся, конечно, это само собой очень тяжело. И моральная подготовка очень страшная. Плохо выступить – это очень страшно на самом деле. Саровчане также стали лауреатами проекта Всероссийской федерации легкой атлетики «Тысяча талантов», которые направлены в выявление одаренных детей в регионах России и поощрение тренеров, воспитывающих юных чемпионов. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.